Я проявлю сейчас в горах, там на этой неделе было 12-20, у нас такая жара, и у меня что, весна. Я не могу еще смотреть, я сразу, как бы, как бы, в горах. В горах хорошо то, что мне нравится, там нет интернета, ну, почти нет. Я могу только что проверить, я не могу еще смотреть, я сразу, как бы, все это приказываю, у меня очень много времени успождаются на моих предназначениях или на подготовку для знаний, если знаний, то есть, где я, так, ну, я с Богом пустылся, буквально вчера в какое-то хорошее состояние, не помню. И хочу поделиться с вами с сердцем и настроением с сердцем. Тема моей группы сегодня, неправильно приголела и сердце наше. Это место взято из Евангелия. Это на эти первые места, которые я хочу сегодня открыть. Это написано в Евангелии от Марка. На первые места, которые я хочу прочитать. Четырнадцатая глава, у кого есть священное писание, вы можете перейти со мной в штыце второго стиха. Я хочу прочитать это место, мы обновимся. Ох, люди. И вам для Марка, четырнадцатая глава, штыце второго стиха. То, что исключительно знаменитый поиск о Девсимане. Пришли в селение, называемое Девсимане. И он сказал ученикам своим, «Посидите здесь, пока я помолюсь». И взял с собой Петра, Обьякова и Иоанна, и начал узасаться и тосковать. И сказал им, «Душа надо, скорбит смех селем». Побудьте здесь и божествуйте. Я тогда немного попал на землю и боялся, чтобы здесь, возможно, миновал на участие. И говорит, «А, рабочий, все возможности, пронеси чаще всего мимо меня, но не чего я учу, а чего ты». Возвращается, наоборот, и вскачет и говорит, что «Сима, ты слышишь? Не мог ли воду в тот один час? Будут идти и молитесь, чтобы не впасть в разрушение. Давайте мы запомним. Это правило, которое говорит наш Господь, чтобы не впасть в разрушение. Но что делать? Водушку и молиться. Дух в воду, вплоть же немощи. Дух в воду, вплоть же немощи. И опять отойдя молиться, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящие, и в глаза у них отяжелые. И они не знали, что ему отвечать. И приходится в третий раз и говорит ему, «Вы все еще скились, и почвы?» Кончено. Пришел час. Вод предается Сын Человеческим Вече. Встанься, пойдем. Вод привлечился предающий имя. И все отлично говорит и в тот час. Пригодность. Ну да, с вооруженными воинами. Чтобы взять Иисус Христос. Иисус предсказал, что не использовался. Но то место, которое я хотел сегодня подчеркнуть, чтобы не сказать, в искушение нам очень важно в воду, сказать, и молиться, Иисус Христос должен быть причинен. Потому что наша Госдь, она что написано? Она не очень. Вот это духовное правило, в наше Госдь, она вообще ничего не может. И в этом отношении, на самом деле, для того, чтобы мы противостоять каким-то искушениям, каким-то соблазнам такого мира, Иисус Христос призывает нас в воду и молиться. И он будет хотя бы один час. Хотя бы один час. Хотя бы один час в день. Хотя бы раньше потом встать и начать день с молитвы. Но сегодня, понимаете, на самом деле, мы живем очень сложно в то время. Я хочу сегодня предупреждаться тем, что написать в первом послании Тимофею. Давайте мы помолимся, чтобы он исполнил крыл. А именно слава тебе, всемогущий Бог. Мы призываем речь всего Тебя на это место. Приди, пожалуйста, Иисус, я прошу Тебя. Ты Господин этой церкви. Ты здесь Пастор, Ты здесь Богом Ном. Ты здесь Царь Царей. Ты здесь Господь Господь Господь. Это не моя церковь, это не церковь какого-либо человека. Алилуйя Господь Господь. Мы продолжаем эту церковь еще раз. Чтобы бояться от этого Иисуса. Ведь здесь Судья Господь Господь Господь. Благословляя молитвы и служения. Собирай нас, Господь 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 Господь, во всякое время, чтобы нам, Борисович, учиться в Госпусе и молиться, Господь Господь. Поднимите свой Божий народ на молитвы. Молчи нас, что есть молитвы. В чем суд молитвы. Почему мы должны молиться? Что происходит во время молитвы? Когда отвечает Бог на наше молитвы, когда они отвечают. Когда Он вообще не призрит на какую-то молитву. Даже не посмотрит в эту сторону. И на какую молитву Бог с радостью отвечает. Просто бежит в это собрание. И ответ какой-нибудь наемный. Пожалуйста, дадите нам сегодня найти вопрос, Господь Господь. Господь Господь Господь. Мы молились Твоим Отца и Сына и Святого Духа. Алилуйя. Если согласны, скажите Аминь. Еще одно место, которое я хочу сегодня открыть. Оно очень важное. Оно такое. Основополагающее и фундаментальное. Иван Г. Автопол Павел пишет. Первое поскание Тимофея. Вторая глава. Скилого стиха. И написана очень уникальная фраза. И так, прежде всего. И так, прежде всего поставлю три восклицательных знака. Потому что здесь Иван Г. Автопол Павел говорит, что отправляет, что прежде всего, прежде всего, прежде всего, прежде служения, прежде подослужения, прежде прославления, перед тем, как что-либо сделать, перед тем, как куда-то пойти. Что сделать. И так, прежде всего прошу, Он просит нас совершать Моление. Прощение. Моление. Благодарение за все человека. Это самое важное. С чего нам нужно? Необходимо просто начинать свой день. Соцеление за всех начальств, да бы проводить нам жизнью тихую и безмедельную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо любит на спаситель нашему Богу, который хочет, это его желание, чтобы люди, все люди спаслись и достигли познания. Истинно. Ибо един Бог, един и последний между Богом и человеками, человек Иисус Христос. Придавши себя дарить не всех, каково было в свое время свидетельство, для которого я поставил проповедникам и апостолам, истинным уровнем по христианингу, учителям, язычникам, вере и вести. Мы на этом так приостановимся. Я хочу сегодня немножко так приотклиться, потому что мне приотклилось, я не могу приотклилась больше, чем мне самому открыли. Молитва. Вы знаете, апостол Павел ставит что-то на первое место. Прежде всего, прошу совершать молитву. Я немножко так вот слышал, что в прошлом встрече Андрея Павелева у меня не было, к сожалению, я не смогу приехать. Но он тоже касался молитвы. Я думаю, что у Андрея только немножко такая, ну, потому что эта тема обширная, на самом деле, только нужно давать понятие молитвы. В моем построении молитва, это, на самом деле, это общение, это самое важное, без чего мы не можем прийти дальше ни к прощению, ни к молению, ни к благодарению. Что есть молитва? Вы знаете, на самом деле, вот здесь очень важно остановиться, просто заостыть наше внимание, поставить акцент. Молитва – это основополагающее. То есть без молитвы мы дальше просто не гинемся никуда. Молитва – это есть общение, это есть диалог между тем и тем. Я могу сказать, что молитва не имеет никакой силы, никакого смысла. Не превращается просто в какое-то пустое религиозное обработание, когда мы не понимаем, для чего молимся, зачем молимся, кому молимся. Понимаете, да? Или реально не верить, что обещающаяся сторона нам вообще не может себе подбить. Вот, вы знаете, само понятие молитва нам очень важно вот это вскрыть свой, просто вот так, деломить религиозно. Если я молюсь, я думаю, что истинная религия в том, что отвечает вся сторона, она здесь. Она обязательно будет со мной разговаривать и обязательно мне ответит. Потому что я, со своей стороны, выполнил все условия. Сегодня мы об этих условиях не можем так прочитать. Потому что, если ты пришел и встал на колени даже, да, вину такое очень молитвенное положение тела, да, ну, просто и думаешь, так, Господь меня вдруг увидит, что я наконец-то именно сразу ответил. Ну, ничего подобного. Ну, может быть, я произнесу какую-то красивую полученную молитву. Отче наш, а мы старо-советствуем в языке. Ну, или там, молодыми. Ну, это Бог. Тогда мы услышали. И не Иисус. Что необходимо видеть, да, и знать о том, что, на самом деле, когда мы призываем Иисус Христа, нужно верить, что Иисус Христос обязательно придет. Первое условие, которое Евангелие к чему нас призывает? Поднимите ваши щитки и руки. Будьте святы, ибо я свят. Бог не может прийти на человека, который находится во власти греха. Или мы думаем, что, ну, там, я что-то там, например, могу себе позволять. А чем-то я еще одержи, или чем-то я еще владею, а чем-то я не могу избавиться. Ну, вот, я очень часто просто немножко от Бога времени уйду, помолюсь ему и скажу какую-то магическую форму. В конце скажу, воин Отца и Сына Святого Бога, и Бог мне тоже ответит. Не ответит. Я вам обязан это сказать. Не ответит. Почему Бог не ответит? Потому что Бог приходит, Святой Бог приходит на Святого. На что-то приготовленное, на что-то посвященное. Библия говорит, что только тогда, когда вы защитите меня всем сердцем, вы обязательно родитесь. Обязательно. Если вы защитите всем сердцем, слушайте меня, так? Если мы истинно обращаемся к Богу, говорим, Господь, пожалуйста, приди. Вот в эту молитву я хочу поговорить. И надо поверить, что вот в эту минуту Иисус Христос уже здесь. Вы знаете, я очень удивлен, на самом деле. Потому что для меня это какие-то, ну просто, возможно, немного времени в этом возложили. Мы находились в какой-то благодати, у нас было сильное компетение, у нас было сильное движение. И когда я приехал в Болгарию, мы несли служение в нескольких церквях. Мы несли служение в одной турецкой церкви, в одной турецкой церкви, и в нескольких болгарских церквях. Мы пробовали, мы искали. В турецкой церкви я не успел преподать родное крещение. И восемь человек турецких женщин по страхам смерти. Они сказали так, если наши мужья и мой отец узнают, что я принял родное крещение во имя Господа Иисуса Христа, меня обязательно будут, могут со мной что-то сделать. И забьют сильные ноги, забьют что-то или что-то такое. Но по страхам смерти они живут на родное крещение. Я, конечно, буду благодарен Богу, что Бог исполнил меня в этом служении. Но как мы проводили, я не буду говорить, что в противец церкви, это моё служение, это просто концертация бабка. Я был очень удивлён. Когда мы проводили серию семинаров, и потом, в конечном итоге, я на протяжении всех этих семинаров, я очень сильно ощущал Божье, мощное, могущественное присутствие. Он был здесь, в этом семинаре. Я просто, на самом деле, видел, как Бог двигался, как Бог двигал этих людей, там, машину буквально. Но когда мы вышли на очередной семинар, а пасы меня на одну сторону, говорит, Геннадий, я хочу тебе что-то сказать. Он неплохо говорил на русском языке, потому что тогда, 6 лет назад, я вообще, болгарский не понимал. Он мне отходит и говорит, Он здесь. Я говорю, кто здесь? Иисус здесь. Я говорю, ну ты что? Как ты это ощущаешь? Мы с золой утром проснулись, начали молиться, вдруг мы поняли, что Он здесь. Я на него посмотрел, это пасная церковь, которая уже очень давно, более 20 лет уже в служении. И я хочу сказать, для него это было откровение, открытие. Он первый раз пережил, можете себе представить, присутствие, личное присутствие Иисуса Иисуса. И для него это было что-то много. Он здесь оказался. Понимаете? И тогда просто, когда мы продолжали служение Болгарии, мысли просто я не ощущаю Божьего присутствия, или не верю, имею со мной, что Иисус Христос может ввести в молитву, или на какой-то семинар. То, что говорить уже от других, простых людей, смертных, которые просто приходят вот так просто посидеть и послушать. Ну, просто на самом деле, для меня это как будто это шок. И поэтому сегодня я просто обязан написать, ну вот, просто, чтобы мы увидели, о том, что когда мы приходим на молитву, мы должны верить, истинно верить, что когда мы начинаем молиться во имя Иисуса, когда мы призывали во имя, Иисус Христос всегда приходит. Он сказал так, что там, где двое, где двое, собраны, не то, что они просто уже начали молиться, они только собрались, они только собрались во имя Иисуса Христа. Иисус уже обещает, я уже посреди них. Понимаете? Иисус Христос никогда не обманул. Он всегда верил. Если мы выделили себя, если мы себя посвятили на какое-то молитвенное время, но здесь очень важно на самом деле. Библия говорит так, как у Залтала пишет, все позволит на тебе человек, но ничто не должно такое им обладать. Если ты чем-то обладая, если ты не находитесь во власти греха, ты можешь просто приходить в собрание святых, ты можешь приходить на мое премослужение, и будешь просто, абсолютно, как будто бы просто вот так, на самом деле. Просто присутствует и ничего не понимает, как пустой барабан. И просто вот так, у Залтала будет вот так, бей, бей, бей тебя, ну и ты будешь думать, зачем они теперь вообще все себя радуются, что они тут делают, какие-то непонятные молитвы, непонятные какие-то объяснения. Понимаете, да? Потому что ты пока еще не являешься одной престолом. Потому что ты еще находишься во власти какого-либо греха, Иисус Христос тебя призывает. Если ты хочешь меня пережить, взыщи меня всем сядь. Пожалуйста, прошу тебя. Выдей, перешли меня, хотя бы один раз. Но когда ты меня перешивешь, ты уже никогда не сможешь от меня отказаться. Потому что Иисус Христос есть Бог Бог Бог. В тот момент, когда мы ему переживаем, сегодня буквально вспоминал эту историю, у нас проводились огромные, мы последние существуют, инфункционируют, в центре реабилитации для наркозависимых. И каждый день там начинается всегда одинаково. Там уже очень большой такой гостяк. Но в то время, когда я там, у меня служение, вот эти семинары, каждое утро, примерно, собиралось 40-50 мощных, таких сильных молитв. А в Северном Центре всегда вмещалось 100, 120, 150 человек. Это наркозависимые, и бывшие наркозависимые, которые, многие из них осетили в тюрьмах, многие имели криминальное прошлое, многие были просто такими бандюрами, даже было несколько таких авторитетов, криминальных авторитетов, которые были там. Но, на самом деле, они все становились, и когда мы собирались на внутреннее промоуслужение, у них начинался молитвный продукт. Потому что в Северном Центре я не деньгил, я такой процент для реабилитации. Потому что для бывших наркозависимых нужна мощная молитва, им нужно постоянно гореть, допустим. Когда вот эти 40-50 человек собирались на внутреннюю молитву, они все вот так, ну, знаете, вот туда заходишь, вот на это молитвное служение, ты видишь, как вот эти 50 человек просто и что там молятся? Они на руке. Они просто вопияют, они кричат, они стоят на коленях. Это очень сильная такая молитва. Конечно же присутствие, которое на самом деле туда приходило, оно всегда просто, оно у нас просто густое. Вот, то есть, как евреи говорят, это щетина. Просто покрывала, о чем? Ну, просто мощным присутствием, что ты вот в этой, как в облаку, вот так, в каком-то густом, перебегаешься. Даже трудно вот так видеть. И говорит, как-то мне рассказали, поступил на репутацию Жора. Жора, это парень, который с моим паром вместе выросли в одном дворе. Он на один год не на старше, но с какого-то момента он поселил, у него была дозиловка. То есть, он был на грузе. Примерно по 2 граммам зеронима, он кому-то себе талал несколько раз в день. Это очень тяжело, это практически одинокрально. И когда он туда поступил, его так буквально насильно родители привезли, сдали, он там подписал договор, о том, что он там обязан, потому что он там очень много преступлений совершил, и если бы он не согласился, мы бы просто посадили их у него. И вот он согласился. Но, потом естественно, у него началась дикая обстиненция. И он начинал просто вот так перестись у детей. Дайте мне, дайте мне что-то, что у вас есть, стандализатор, что у вас, миоретика, дайте, что-то там, чай, что-то посыпаете. Меня трясёт, меня ломает. Я сейчас, ну просто, я сейчас разнесу здесь эту процент. Ну, у него начиналась такая психопатия, психоз. Он начинал там с лока ходить, угрожать, элимпулировать. И, ну, мастер спокойный человек, там, на самом деле, Володя Кучковского время было это, ну, в прошлом мастер спорта беззыводного класса всю пути, ну, то есть, ты можешь не писать, сядя к нам идти. Ну, конечно, он никому там пальцев не попросил, но, ну, снято было достаточно. Он говорит, давай, ну, я мамаюсь. Он говорит, я мамаюсь. Он говорит, издеваешься, что ли? Ты что? Меня мамает. Чё? Чё твоя молитва нужна? Чё ты мне предлагаешь? Ну, он говорит, ты попробуй, ты же пробовал, что ты сделал, ты раньше молился. Нет, не понял. Давай, мы за тобой молимся. Ну, мы его ещё, это, мы ещё, мы ещё, может быть, он согласился. Он соглашается, приходится за себя, опускает его, и начинается очень сильная такая молитва. Первый раз ещё не получилось, второй раз ещё не получилось, но, во третий раз, что-то с ним произошло. Это было там, именно в общей молитве. И в том, когда я приехал проводить семинар, мне говорят, рассказывать. То есть, говорит, о, пошёл, помнишь, я буду дружуру, конечно, я не знаю, с детства. Происходит такая история. Мы очередной раз смотрели, в служебе собирались, начинается мощная молитва. 50 человек, голос, можно прорываться, очень может быть сильное присутствие. Кто-то, как видите, с ним вот так стоит, начинает по столу читать, короткое слово, как вспышка, половина, дальше продолжая полиция, дальше продолжая полиция. И вот в этот момент заползает человек. И он, знаете, ну просто, это надо видеть, потому что я видел, надо зависимо, ну просто работал с ними, и просто он заползает, и видно, что его ломает. то есть, он еле-еле, вот как он заходит, он лезет, скрученный, суставы все, ломает у него. И вот он ползает, он уже знает, куда надо приползеть. И вот он идет, в какую-то другую точку. И вот он смотрит, ребята говорят, он хорошо к нам, где Бог находится, где находится, самое мощное присутствие. И в этот момент, когда он остановился, и идет, вот это блаженное присутствие. И вы знаете, на самом деле, в этот момент, у него проходила обстиненция, ломка, вот так, вот так, вот так. Бог взял, один вот так движение. И нормальный человек. Вот можете вам это поверить? Я, вот в этих случаях, я видел, скотки раз, скотки, скотки, наркозависимых, которые получили освобождение, реально получили освобождение, на очень длительные перенеси, которые ставят, потом постеряемые служители, нормальные дни, восстановив свои семьи, мы до сих пор перенесимся с некоторыми людьми. Тоже касается, и алкозависимые, алкоголезависимые, тоже так же, конечно, туда приходили, тоже молились, тоже люди получали вот это. Но, почему я, к примеру, что люди переживают? Или кто их освобождает? Что это? Взбусток энергии, или там что там, какая-то сила какая-то, или может быть, потому что там какие-то особо сильные люди, где дальние люди собираются, условные рекомпасы какие-то особые совершают, давайте им это повторять. Мы, христиане, верим, в то, что приходит Иисус Христос. И Он никак не изменится, в Нем не единственный пример. Аминь? И Он и сегодня освобождает, Он и сегодня истрия, Он и сегодня спасает. И вот это просто очень важно научиться переживать. Я хочу сказать, что в чем сила молитвы? Молитва, она отначально предназначена, чтобы пережить Иисуса Христа и войти с ней в полное соединение и слияние. Диалог. Начинается диалог. Я периодически разговариваю с Иисус Христосом. Иисус Христосом. Он просто... Ну, подачем нам надо в это просто поверить. Раньше, на самом деле, это вообще из... Я с другого рода пробовал, периодически, да? Вот эта фраза, которая очень опасно была произносить в моей психиатрии, потому что я работал психиатрии. Если бы я сказал психиатрии, я периодически разговариваю с Иисусом. Я бы там психиатрии не бы остался в качестве пациента. Но я хочу сказать, вам очень важно предвидеть, что мы не можем разговаривать с Богом. Потому что и вам это говорит. Потому что Библия, вся Библия, она буквально так... Испечнена буквально. Вам важно поверить, нам всем надо поверить, что реально сегодня можно разговаривать с Иисусом. И в этот момент что происходит? Что такое прошение? Что такое моление? Что такое благодарение? Это уже второстепенно то, что вытекает из молитвы, которую мы делаем вместе с Иисусом Христосом. Понимаешь, да? Молитва без Иисуса Христа не имеет никакой силы. Никакой глаз. Никакого помазания. Никакого смысла. Если молиться без Иисуса Христа. Привайте. Поэтому для того, что первое, что нам необходимо, нам надо войти в молитв. Нам нужно необходимо войти в общение с Иисусом. Войти в Дух. В одном единении Дух. И Иисус Христос, где всегда, обещает. Он говорит, если вы будете просить Отца Моего, Небесного, во имя Мое, или в другом периоде, говорится, в имени Мое. Понимаете? Есть какая разница. Мы... Как можно сказать? В чем сила моя? Кого мы просим? Мы не просим Иисуса Христа. Мы просим вместе с Иисусом Христосом. Понимаете разницу? Мы не кататарства. Мы... Я хочу сказать, что мы... Мы кататары. Есть только один кататар. Библия, которая говорит. Между Богом и человеком. Это человек Иисус Христос. Мы можем быть кататарами только во Христе Иисусом. Он истинный кататар. Он настоящий кататар. Он настолько мощный кататар, который... Кататар Иисус за нас. За каждую из нас 2-4 часа сутки. Можете так поверить? Но Иисус Христос это делает. Непрестанно. Мы можем кататарствовать только в Нем. Кататарство без Иисуса Христос не имеет силы власти. Понимаете? И потом, когда мы пошли в состояние молитвы, тогда уже мы просим покрести Иисус по воле Его. Иисус Христос говорит, если вы будете просить, у вас сами говорили небесно по воле Моей. Понимаете? Не по Моей воле. Потому что многие в какой-то церкви говорят, что помолись Иисус за это. Помолись Иисус за это. Лучшая форма молитвы, это никогда мы пытаемся молитвить. Мы приходим к Богу, чтобы Он исполнял наши желания. Понимаете? Исполнял наши воли. А зачем мы это можем делать? Я хочу сказать, когда человек только родился в Боге, когда он еще младенец, Бог еще может исполнить какие-то капризы духовного младенца. Но потом, когда это уже не младенец, когда это уже подросток, Бог не будет подаваться в этой манипуляции. Он будет вести себя в ту молитву, которая будет происходить по воле Иисуса Христа. Слушайте меня? Это очень важно. Это фундаментальная история. Потому что многие молитвы забрали, не теряли силу, помазали, потому что молятся по воле пастыря, или по воле какого-то другого человека, или по воле молитвенника. Потому что человек так захотел, и говорит, давайте вот за это не молиться. А мы бы вообще не уходим. А Иисус Христос вообще где-то прочь? Это воля Иисуса Христа? Или это не воля Иисуса Христа? Поэтому, когда мы забираемся по молитву и служение, мы входим в молитву, мы входим в воссоедение со Иисусу Христом, и потом мы уже вместе с Иисусом Христом или по крестной Иисусе начинаем просить отца не бесит. Потом мы начинаем умолять. Потому что есть прощение, есть моление. Есть, на самом деле, мы можем так сказать, что какое-то, это особая форма такое. Прошение или моление за кого-то, за кого-то, за кого-то. Иисус Иисус начинает побуждать нас, молиться за кого-то, за одеяния этой личности, за нас, за утерей, за семьи, за чьё-то освобождение, за чьё-то спасение. Я чувствую, что вот эта молитва обладает чьё-то восстание в силе, просто невероятное помазание. Когда вы молитесь Иисусом Иисусом, Бог Отец всегда отвечает. Слушайте меня? Всегда. И никогда Отец, на самом деле, не даст камень, когда Сын просит у него хлеба. И если Иисус Иисус попустит Отца, Отец всегда отвечает на молитву. Бог Отец всегда отвечает на молитву Сына Божия и для народного Слова Иисуса Иисуса. Это просто? Вы знаете, на самом деле, и потом, чем только форма молитвы, но здесь апостол Павел говорит «благодарение». Я хочу сказать, что когда вы правильно молитесь, когда вы молитесь в Божьем Иисусстве, так и когда вы молитесь в Его Божьем Иисусстве, когда вы возобилились с Иисусом, и вы просто пережили, потому что он просто присутствует, помазание пришло, Божий мир пришло. Какая невероятная радость. Вы понимаете, что кто-то здесь ещё есть. Это тот самый Иисус Иисус, который 2000 лет назад, и ему нет ни денег, ни денег, ни денег. И он просит, и он податкнулся через вас, Бухом Святым. Форма молитвы, это когда он просит Хаса Небесского, вы имени Иисуса Христа силу Святого Бога. Бух через себя начал литься. Бог, наверное, в тот момент, когда доверился Иисусом, перешил его в своей жизни, то, что он начал податкнуться за тебя и через тебя, все вот эти твои проблемы, они уже в этот момент, вот в этот момент, понимаете, да? Когда вот так, как помолился, правильно, потом прошение, потом моление, потом благодарение, все вот эти проблемы вы уже решили. Библию, вы решите, прежде сайта этой молилии, правда это, все остальное предложилось. Все решается автоматически, когда мы просто доверились, это если в молитву мы доверились Иисус Христу и сказали, Господь. Вот, вы знаете, на самом деле, я хотел бы сегодня поделиться с вами признаками того, как Бог реально отвечает, когда Он пришел в вашу жизнь, и когда вам нужно отменить и точно знать, Иисус сейчас здесь. И это написано в Ивангелии. Ивангелии 24, глава 17, стиха. 13 стиха, Ивангелии 24, глава 17, стиха, и вы знаете, вот эта знаменитая история. В тот же день двое из них, вы можете поочитать, чьи все время отстаяющая статья на 60-е Иерусалима называемая Имаус. И разговаривали между собой о всех сих событиях, когда Иисус Христал уже взяли, когда его убили, когда распяли, когда он умер, вот и воскрес. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, сам Иисус, приблизившись, пошел смыну, но глаза им были удержаны. Так что они не узнали. Он же сказал им, о чем это вы, иди, рассуждаете между собой, и о чем вы отвечаете. Один из них имени Европа сказал им, неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о прошедшем днем в отъедине? И сказал им, о чем? Они сказали, что было с Иисусом Назарянином, которым был прород, сими дверями, и словом перед Богом всем народом. Как предали его предотвещение, и начальники наших, для судьбы на смерть и раскрыли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем, уже тридцать дней, как это произошло. Но некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рады Бога, они наши тела. И притягивали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших, как Бог, и нашли так, как и женщины говорят. И эти ученики, не апостолы, они рассказывали им всю историю. Они не видели глаза, буквально, которые загрели, и они не понимали, что они разговались с самим Господом Иисусом Иисусом. Они рассказывали им всю историю, Иисусом они не смокольно все это расспрашивают. И потом он ему говорит, отвечает, когда он сказал им, в 25 стихах, он не смысленно и не длительное сердце, чтобы верно всему, что предсказано в кровоте. Никогда и надлежало пострадать Христу и в отец славу свою. И начав от Моисея и всех кровот, и яснял им, сказанное во всем писании. Я думаю, что он там, конечно же, делился все кровотства, которые написано в книгах, в истории, книги Моисеевых и технических. Рассказывал все кровотства Исаии, Иисихини, Иеремии, Телезура, Осини и так далее. Много мест приводил и убеждал их в том, что все то, что произошло, оно было предсказано, где оно уже исполнилось во Христе Иисусе. И когда он с ними расстался во время кровопроводления, когда открылись первые стиха, я буду все читать, потому что здесь очень много, открылись у них глаза, и они их знали, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу. И вот этот стих, стих дня, можно так назвать, тема Моисеевых и технических полководителей, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на трагоге, и когда это стесняло нам писание. Вы знаете, верный приятно того, когда вам Господь говорит, он может вам говорить через Священное писание, может вам говорить через какого-то человека, через брата или сестру, он может вам сказать в духе. Когда он может просто здесь усидять думу, в своей тайной комиссии. Верный признак, это ученики говорят. Когда Иисус Иисус говорит мне, не горело ли сердце, но и сердце, оно расширяется. В нем начинает гореть огонь своего духа. Меня начинает обладать такой огонь, и на самом деле от этого Божьего присутствия разгорается, ну иногда на самом деле, видишь, у человека, аж нецово же забывал, люди говорят о том, что как будто бы на кровати с ним за подбором, как будто я похож на какое-то присутствие. И все люди четко знают, что в этот момент кто-то здесь, кто-то присутствует, кто-то разговаривает, кто-то смотрит на меня. Я могу задать им вопрос, и будет обязательно ответ. И давайте мы дальше посчитаем. Здесь признаки того, как Иисус Христос отвечает на молитву, или как нам точно знают, что Бог в нашем молитву, что Он уже с нами. С 33-го стиха написал, что в тот же час, в отраслились в Иерусалюме, мы нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрески явился Симоном. И они рассказывали о происшедшем пути, и как Он был узнан им, головным и влево. Когда они говорили о сон, сам Иисус стал посреди них и сказал им, «Мир вам!» Я в чём-то вещь очень верно, видно, когда Иисус Христос приходит. Когда Иисус Христос приходит в свою жизнь, и в твою молитву всегда приходит совершенную, когда Иисус Христос обещал ему, говорит, что «И дам вам мой мир!» Не тут мир, который этот мир не может дать. Я вам дам мир, этот мир будет совершенен. Когда Иисус Христос даёт нам мир, приходит абсолютно и покой. До этого тебе было в обходе беспокойство, мысли, суета, депрессии, тяжелые какие-то состояния. Ты молился, ты поднимался, ты умолял, и какой-то был момент, когда ты родился, когда действительно поверил, когда было висше сомнение. Там написано, у Тимофея апостол Павловна, я хочу, чтобы мужи на всякой миссии звали чистый руч, без гнева, и убег. И без сомнения. Как конец сомнения, какая сфера, как конец разложения, когда ты встречаешься с Иисусом, приходит в совершенную миссию. Они, сбудившись и испугавшись, подумали, что видят духу. Да. До тех, кто не имеет опыта, первая реакция – это может быть смущение, это может быть неожиданно. Ты можешь подумать так, что это в самом деле случилось? Что это в самом деле случилось? Как-то непонятно, что какие-то новые переживания, а мурашки по телу спрашивают. Но теперь я думаю, что… Мурашки – это не основной критерий. Вина корректируется на мурашки, потому что мурашки, они не отвечают в дыкву, к вещам не возникают. Но основной критерий – это совершенный мир. Еще что? Он сказал им, что случаетесь? Для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на ноги мои, на ноги мои. Это я. Это я сам. Освежите меня и рассмотритесь, и вокруг плоти гостей не имеет, как видите, у меня. И в 45-м, если говорить так, как даже они от радости еще не имеют в виду, еще один перед нами близко, но чуть-чуть, приходит радость. Совершенно радость. Иисус Христов дает такое реализование. И дамам радость, и радость я будет совершенной, и когда это все у вас нету, и приходит сверху естественная радость. Я так прекрасно понимаю, у тебя куча проблем. У тебя там, на самом деле, куча там каких-то головок еще не лишенных там, какие-то неразрешенные ситуации, но если ты перешел встречу с Иисусом, всегда приходит сверху естественная радость. И ты можешь так подумать, подачалку, к чему ты не радость вообще? Но я хочу сказать, что это радость Иисуса Христа, который я говорю. Придите ко мне, все передавающие себя времена, и его спокойно. Это передавание Иисуса Христа. Мы приносим ему свои времена, и Иисус во благо, много приятного, его радостного, он забирает наши времена, он забирает наши проблемы, перебрасывая через Бог и вверх. Наши великие проблемы, наши радости. Вот так после перебрасывания, забывают о них, и не вспомнят о них больше никогда. И если ему написано о мне, законе Моисима, и пророков, и псаммах, тогда ответственен им по разумению Писания. Слушайте меня, еще один пирог. Когда ты лично встретился с Иисусом, Бог открывает твой рафрм для разумения Писания. До этого я открывал Виблию и говорю, что это непонятно, то, что здесь написано, непонятно, поэтому что можно читать. Пережив Иисус Христа, ты открываешь, и теперь все становится понятно. Бог открыл разумение, понимаете, для того, чтобы ты понимал священие Писания. Потому что теперь ты уже с Иисусом. Ты открываешь Виблию и говоришь, Иисус, объясни мне, пожалуйста. Все становится элементарным. Настолько просто, потому что раньше кто разум был закрыт для разумения Писания, а теперь просто Бог как бы просто берет и потом и снимает покрывало. Понимаете? Снимает покрывало священности. Начинаешь понимать язык Бога. Когда ты просто вот так, как и важно, Господи, ты лично не будешь прямо сейчас в моем сердце. Я понимаю, я понимаю, я посмотрю твою волю, какая блага, уродная совершенно. теперь я помню, вспомню делать, куда мы идти, или как слышат твой голос. Пробоверно надо быть во имя покаяния, и вращение к Богу во всем народах, начиная с Иерусалю. Вы же свидетели Семьи. И еще одно обетование Иисус Христос говорит, и я пошлю обетование Отца Его на вас. Пошлю обетование Отца Его на вас. Обетование, которое говорит Иисус Христос, что в окном день привезла на вас сила Сухого Бога. Это произошло. День 50. Вы же оставайтесь в духе и уставни, до поля не учитесь, силы свыше, и вывел иконки из города Далифании и поднял руки свои благосоветных. И когда благосоветных там отделяться от них и возноситься на них. Они поклонились ему и возносились к его стране, свели до Равы. И приували написано всегда в Краме. Как важно у вас в Церкви будет. Да, да, да. Потому что, ну, на самом деле, ну, если это Иисус Христос в Краме. Идите, собирайтесь вместе, ожидайте то, что обещано от Отца. Рано или поздно на вас прогрется сила Святого Бога. и прибавляйся до Краме, прославляя и благословляя Бога. Вот это написано Аминь. Что еще можно сказать? Аминь, это да, я согласен, да, это верно. Когда мы собираемся вместе, нам очень важно, для чего мы собираемся, для чего мы здесь сегодня, для чего нужна молитва. Я верю, что Бог будет вызывать молитву и нужно какое-то время вся наша церковь на основе молитвы на церкви и это во благо это будет на самом деле это очень хорошо, потому что нам для себя надо проломиться в этот взгляд, в этот истинный аминь, насколько важна молитва. И так, прежде всего, апустол Павел пишет, и так, прежде всего, прежде всего, прежде, вот ты, еще утром только проснулся, еще солнце не дошло, для этого слезает. И вот что, прежде всего, я начинаю молиться, я начинаю называть кем-то просто, на сколько, приди. Я без себя ничего не хочу, я без себя ничего не могу, без себя я абсолютно ничто. Пожалуйста, в один мог жить, помоги мне. Я не хочу пожить еще один день напрасно, без снизу. Зря. Потому что все то, что без Иисуса Христа, это все суета своей, это все абсолютно чьи-та. Вся, просто вот так, все, что мы будем понимать, вы просто без Иисуса Христа, да, мы просто обращение. И поэтому еще один день с Иисусом, алилуйя. Вот, воскресный день это всего лишь какой-то пример, это про область, для того, чтобы собраться от нами, наполниться Святым Духом, получить слово, какое-то откровение, что-то для себя, лично, помолиться вместе. Кто-то уже возрос, кто-то уже утвержден, кто-то только металл, и мы к другу помогаем. И мы здесь вместе что-то приезжаем, мы все вместе чем-нибудь премьемся. Но самое главное, что чьи-нибудь мы должны стремиться, это единение с Иисусом Христом, через молитв. Рождение будущей сердцем, водительство будущей сердцем, когда Иисус Христок действительно реально говорит, я слышу Его, когда от Его слов разгорает свое сердце, когда приходит совершенный мир, когда приходит совершенно обладает, когда меня раскрывает просто, когда приходит совершенная радость, когда я начинаю обладать Богу. Я хочу сказать, что самая эффективная молитва, это молитв обладание. Но когда она приходит? Когда приходит совершенный мир, совершенная радость, и ты понимаешь, что все проблемы уже Иисус Христов взяли, они в самых различных руках. Я начинаю обладать Бога, как знак хорошее, я не доверяю. Это самый сильный момент. Ну, до этого момента надо дойти. Надо пробиться. Надо перечислить, что-то в Бог Иисусстве и Господь. Надо научиться просто общению с ним. Давайте мы поможемся сегодня. Давайте мы встанем. Возможно, кто-то еще не имел встречи с Иисусом, я просто призываю поверить в то, что это очень просто, на самом деле. Просто внезавидение Иисуса. Иисус, пожалуйста, впереди мою жизнь, я прошу тебя. Дай мне пережить тебя. Дай мне пережить это святое Иисусство. Ради Тебя я от всего отвлекаюсь. Может быть, в моей жизни есть какой-то грех. Прости меня, пожалуйста, освободи меня прямо сейчас в своей деснице, потому что Ты есть освободитель. Ты есть спаситель. Там, как и Бог Господь, там всегда свободен. Иисус еще должен был отпустить изрученный Боже мой. Тебе всемогущая Вячеслава Валентин. Хвала Тебе, Господь. Прошу тебя, Господь Ильич. Посетите свой народ. Дай мне прямо сейчас искать Тебе всем сердцем. Иисус, пожалуйста, прийди на меня. Каждый из вас, скажите, просто прийди на меня, Иисус. Дай мне прямо сейчас пережить Тебя. Дай мне обнять Тебя, Иисус. Спаси меня, пожалуйста, за все грехи. Исповедуйте грехи. Исповедуйте грехи. Иисус. Иисус.